Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! А давненько что-то я вам лекции всякие не читал, а? Сам соскучился по профессорско-преподавательской деятельности. Все рок-н-роллы да рок-н-роллы, которые вы потом критикуете за неживой пластмассовый звук. Поэтому я решил сегодня выступить перед вами с речью в защиту неживого звука. А соответственно и в защиту собственной музыки. Но прежде чем начать свою пламенную речь, я хочу передать огромный привет всем любителям живого звука, к коим без сомнения я отношу и самого себя. Я очень большой любитель живого звука, но я не меньший любитель и неживого звука. Может быть даже больше, чем живого. Того самого неживого звука, что так презирают очень многие продвинутые ценителя рок-го-го-го-стиля. Которые ехидно пишут мне, что музыка у рок-группы Волосюка СД неживая, чисто студийная, с неживыми барабанами и гитарами, сэмплами, автотюном и драм-машинками. Что мы не умеем играть вживую, поэтому боимся выходить из студии на концертной площадке. И что настоящий, в самом делешный, натуральный рок-музыкант играет только вживую, как настоящий герой и революционер. Именно поэтому сегодня я хочу выступить в защиту неживого, то есть студийного звука. И попрошу не путать студийный звук с выступлением под студийный звук, то есть по простонародному под фанеру. Это когда на сцене музыканты под магнитофон открывают рот и имитируют игру на инструментах. Но для начала я немного порассуждаю о живом звуке, о том, что это такое и как менялись представления о нем по мере развития науки и техники. И перед этим, уважаемые любители рок-музыки, я задам вам один вопрос. Уверен, если вы настоящие ценители рока, то не можете не знать и не любить песни Элвиса Пресли, или Чака Берри, или Битлз, или Лед Зеппелин. А скажите мне, многие ли из вас слышали их вживую? Я вот не слышал, но это не мешает мне любить их музыку, которую я слышал только в неживую, то есть в студийной записи. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство из вас даже еще и не родились, когда они уже закончили свою карьеру. Но точно так же, как и я, уверен, вы любите их музыку, несмотря на то, что слышали ее только в неживую. А уж про любителей классической музыки так я вообще помолчу. Даже их деды не слышали вживую Баха, Моцарта или Бетховена. Но это не мешает им любить классическую музыку и тех самых композиторов, которых они слышали лишь в чужом исполнении или в записи. Опять-таки, не самих Баха с Бетховеном. Тот же самый простой, но очень коварный вопрос я хочу задать и всем любителям рок-го-го-го стиля и живаго-звука, которые постоянно стебутся над студийной музыкой рок-группы Волощука СД и надменно пишут мне, что у нас неживой звук. Уважаемые любители тяжелого металла и нашего российского, подражательского и эклектичного хэви-метал-попсорепа шансона. Многие ли из вас слышали вживую ваших любимых Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead или даже более поздних Metallica, Megadeth, Iron Maiden, Pantera или даже еще более поздних Slipknot, Distort, Five Finger Dead Punch, Kill Switch Engage, Triview, Meshuga, Tool Ответьте, не стесняйтесь. Раз, два, я что-то не вижу лесоподнятых рук. Получается, раз, два и обчелся. Остальные мои критиканы, большие любителя рок-го-го-го стиля и живаго-звука выходят никогда в жизни, не бывали на живых концертах приличных музыкантов, а только слушали их в лучшем случае в грязной записи в Ютубе или в лучшем случае на магдафоне, цифре или виниле. Но почему-то они не осуждают эти группы за их неживой звук, как осуждают группы Волощука СД. Поэтому таких моих критиканов, любителей рок-го-го-го-стиля и живаго-звука, которые понятия не имеют, что такое живой звук, так как никогда его и не слышали в приличном исполнении, но яро за него выступающих, я называю членами секты свидетелей живого звука. То есть, подчеркну, основная масса тех продвинутых меломанов, что критикуют нашу студийную работу и носятся с живым звуком, как один небезызвестный всем товарищ с писанной торбой, никогда в жизни вживую не слышали те великие рок-группы, с которыми они нас сравнивают и приводят в пример, как образец живого звука. Поэтому я хочу задать им еще один вопрос. А как вы вообще можете кому-то что-то рассказывать про живой звук звезд рок-музыки, если вы всю свою жизнь слушаете их только в записи, на различных носителях? Это риторический вопрос, ответа на него я не жду, от тех, кто слушал живой звук только в записи, да и то, скорее всего, в плохой записи в ютубе. Но именно для них я расскажу одну очень забавную сказочку про живой звук. Давным-давно, еще на заре советской власти, на одной планете нашей галактики, на планете под названием Земля, начали появляться первые электрические инструменты, а именно электрогитары, а также звуковоспроизводящая аппаратура. Первый магнитный звукосниматель аж в 1924 году сконструировал инженер-изобретатель Ллойд Лоэр, работавший в компании Гибсон. А первые электрогитары для массового рынка произвела в 1931 году Электростринг Компани, позже переименованная в компанию Риккенбеккер, так как одним из отцов-основателей фирмы был Адольф Риккенбеккер. С появлением электрогитар и усилителей, наиболее смелые музыканты начали их применять, чтобы разнообразить свою музыку и сделать ее погромче. Но человеческое сознание очень инерционно, особенно общественное. Требуются годы, чтобы изменить представление человека и тем более человечества о том или ином техническом новшестве, не говоря уже об изменении представлений человека о мироустройстве. Сотнями лет люди очень радостно, с большим энтузиазмом и чувством глубокого удовлетворения под бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, полили на кострах всяких инноваторов и первооткрывателей. Поэтому основная масса публики, а также закостеневших ортодоксальных музыкантов злобно осуждали и высмеивали тех, кто начал играть на электроинструментах, говоря, что это неестественный, неживой металлический звук. Но прошло совсем немного времени, каких-то несчастных пару десятков лет, и игра на электрогитарах стала считаться игрой вживую, наравне с акустическими инструментами. А сейчас так вообще игра на электрогитаре во всеобщем понимании – это и есть игра вживую. Потом появились синтезаторы, и тоже считалось, что это игра не вживую, а издевательство над слушателями. Синтезаторный звук считался пластмассовым, считался атрибутом дешевой, низкопробной попсы. Вот пианино, рояль или церковный орган – это да, это само воплощение живого звука. А синтезатор – это так, детская забава, с неживым, синтетическим, игрушечным звуком. Но прошло совсем немного времени, опять каких-то несчастных пару десятков лет. И синтезатор стал равноправным членом практически любого так называемого «живого рок-коллектива». Даже такого страшного, брутального и ховиметального, как группа «Рамштайн». Сейчас же неживым пластмассовым звуком у закостеневших и ограниченных мозгов считается сэмплированный компьютерный звук. Но учитывая предыдущий опыт человечества, я почему-то уверен, что пройдет совсем немного времени, даже не пару десятков лет, а намного меньше. И сэмплированный звук тоже будет считаться самым, что ни на есть, живым. Живее всех живых. Уже сейчас любая современная продвинутая рок-группа вовсю использует сэмплы и электронные биты, так как без применения технических и технологических новшеств невозможно быть передовым не только в музыке, но и вообще в любом деле. Но я вернусь к сказочке. Параллельно с развитием электроинструментов и звуковоспроизводящей аппаратуры шло развитие и звукозаписей. До конца 19 века, до изобретения звукозаписи, люди имели возможность слушать только действительно живое исполнение музыкантов. Это происходило в театрах, на церковных службах, на площадях во время праздников, в исполнении уличных музыкантов, но в основном они слушали живую музыку дома. Когда они слушали самих себя или своих родных и близких на всяких утренниках, самодеятельных концертах или во время застолий. Когда они сами себя развлекали под пианино или пели акапелло. Возможность слушать вживую профессиональных, а тем более знаменитых исполнителей, была привилегией избранных. А неизбранные люди приобретали пианино или гитару, учились играть сами и таким образом потребляли музыку. Ведь человек не может жить без музыки. Даже когда голодает, он поет песни. Грустные песни, но поет. И поэтому основными музыкальными товарами в то время были пианино, гитары и ноты. В конце 19 века была изобретена звукозапись. И у тех самых неизбранных, у делом которых было слушать самих себя, музыцирующих на пианино и пытающихся попадать в ноты во время своего же пения, у них тоже появилась возможность слушать великих исполнителей, но только в записи. И если в конце 19 века с пластинок слышалось больше шипение, чем пение или музыка, то постепенно, уже в 20 веке, звукозапись развивалась, шла все дальше, и музыка с пластинок начинала звучать все лучше и лучше. Но звуковоспроизводящая аппаратура и сами пластинки стоили дорого. Поэтому круг потребителей хорошей музыки, конечно же, расширился, но не слишком. А вот когда в 30-х годах придумали музыкальные автоматы или джукбоксы, то тут уже потребление музыкальной продукции стало массовым. Можно было прийти в ресторан или в танцевальный зал и наслаждаться пением или игрой известных музыкальных коллективов, никогда в жизни их вживую не видел. В обществе даже обсуждалась тема постепенного отмирания живых выступлений, настолько массовым было использование джукбоксов. Музыканты тогда были в панике, заработки с живых выступлений упали до нуля. К концу 20-го века искусство звукозаписи и звуковоспроизведения достигло потрясающих вершин. К тому же, благодаря техническому прогрессу, стала очень доступна как звукозаписывающая аппаратура, так и сами носители музыкальной информации. Потребление музыкальной продукции стало еще более массовым. А затем появился интернет, и возможность потребления музыкальной продукции стала глобальной. Она стала доступной каждому. Сейчас подавляющее большинство населения земного шара имеет возможность слушать любую музыку, но только в записи. Что они с удовольствием и делают. А возможность слушать живые выступления выдающихся музыкантов, звезд сцены, как была, так и остается привилегией избранных. Так как это и редкость, и дорогое удовольствие. Для примера приведу вам стоимость билетов на очень редкие, единственные в своем роде концерты. На последнем 70-летнем юбилее Аллы Пугачевой в прошлом году в Кремле билеты в первых рядах доходили до 300 тысяч рублей. Мы с супругой сидели в четвертом ряду за 150 тысяч человека. Но я не мог пропустить такое эпохальное музыкальное событие. Балкон стоил минимально 25 тысяч рублей. Билеты были распроданы за полгода до концерта, а перед самим концертом их стоимость поднималась кратно, до миллиона. Вместимость Кремлевского дворца 6 тысяч человек. При населении России в 150 миллионов в живую Аллу Борисовну смогли услышать 0,004% населения нашей страны. На недавней праздничной концертной программе Григория Лепса «Я нравлюсь женщинам» на 8 марта этого года в первых рядах билеты стоили по 50 тысяч рублей. Мы же с супругой наслаждались концертом в шестом ряду за 35 тысяч человека. Вместимость Крокуса сопоставима с Кремлем. Значит, процент населения России, посмотревший и прослушавший концерт вживую, тот же самый, 0,004%. Вот это и есть тот реальный процент людей, проживающих в России, которые имеют возможность слушать музыку выдающихся музыкантов вживую. На планете же Земля, где ежегодно по разным оценкам от голода умирает около 50 миллионов человек, а постоянно недоедает пару миллиардов жителей планеты, думаю, процент счастливчиков, слушающих звезд мировой эстрады вживую, еще меньше. Именно поэтому у меня вызывает гомерический смех осуждение нашей студийной музыки членами секты свидетелей живого звука, подавляющее большинство из которых никогда в жизни не бывали ни на одном живом концерте звезд эстрады, никогда не видели и не слышали ни одной живой рок-звезды и имеющих только теоретическое представление о живом звуке. Их осуждение нашего студийного творчества напоминает мне осуждение Бориса Пастернака в 1958 году, когда ему присвоили Нобелевскую премию по литературе за доктора Живаго. Так вот, один критикан во время этой травли писателя сказал «Пастернака не читал, но осуждаю». Вот так говорят и наши критиканы, любителя рок-го-го стиля и живаго звука. Живого звука никогда в жизни не слыхал, но студийное творчество Волочука СД осуждаю. И так считают не только продвинутые критиканы, носящиеся со своим представлением о живом звуке, как уже упомянутый мной небезызвестный товарищ с писаной торбой. Точно таким же осуждательством занимается подавляющее большинство обывателей, которые также никогда не бывали ни на одном живом выступлении, а только слышали музыку по телевизору, по радио или из смартфона. Но обыватели точно так же смеются не только над всякими поющими трусами, открывающими рот под фонограмму, но даже над высококлассными профессиональными музыкантами, такими как Филипп Киркоров, создающими прекрасные студийные записи, именно для этих потребителей. А смеются потому, что раз так пишут и говорят, аж сами члены секты свидетелей живого звука, всякие продвинутые музыкальные журналисты и еще более продвинутые музыкальные благера, то значит и обывателям надо над этим смеяться и потешаться. Вы можете мне сказать, так не только же звезды выступают на сцене, а есть масса никому неизвестных местных коллективов, которые играют вживую, по всяким барам, ресторанам, свадьбам и корпоративам. Да, я соглашусь, это так. Но звучание рок-группы Волощука СД не сравнивают с никому неизвестными провинциальными коллективами со школьным звучанием. Нас сравнивают со звездами тяжелого металла, хотя мы играем в стиле новый хард-рок. Спасибо, конечно, любителям рок-гого-стиля и знатокам тяжелого металла, что ставят нас на одну доску с самыми передовыми и лучшими образцами мирового рок-движения, подтверждая нашу заявку на то, чтобы стать лучшими. Но я повторюсь, процентное соотношение членов секты свидетелей живого звука, которые слышали этих самых звезд вживую, еще меньше, чем 0,004%. Так как эти западные рок-звезды дают концерты в России еще реже, чем даже Алла Пугачева. Я за свою жизнь побывал на многих живых концертах, причем на выступлениях выдающихся коллективов, настоящих звезд, как российской, так и зарубежной популярной музыки, в которую входит и рок, и рэп, и джаз, и эстрада, и так называемая попса. Бывал на концертах различных коллективов, исполняющих классическую музыку, прослушал не одну оперу и побывал не на одном балете с живыми оркестрами. Поэтому я очень хорошо и отчетливо различаю действительно живую музыку на акустических инструментах и такую же, по моему мнению, живую музыку, только с использованием электроинструментов и электронной поддержки. И очень хорошо отличает такое позорное явление, как пение под фонограмму, или по простонародному под фанеру, или, как я сам говорю, под магнитофон, когда музыканты просто открывают рот и имитируют игру на музыкальных инструментах. Это явный обман публики, пришедший и увидеть, и услышать живое исполнение. Это еще хуже, чем любительская караоке. Знаю, что есть множество людей, осуждающих достижение технического прогресса, жизнь на асфальте и виртуальный мир, которые уезжают в деревни, чтобы жить на природе, выращивать хлеб с огурцами, ткать натуральные холсты, шить из них одежку себе, питаться натуральными продуктами без всяких химикатов и слушать только живую музыку, извлекаемую руками, легкими и губами, на всяких гуслях, дудках и балалайках. Но я вот почему-то не вижу ничего плохого в том, чтобы жить на асфальте и пользоваться всеми достижениями цивилизации. И не вижу, соответственно, ничего зазорного в том, чтобы использовать на концертах, особенно в больших залах, компьютерную и фонограммную поддержку. Более того, я считаю, что без такой поддержки невозможно воссоздать тот звук, который кропотливо создавался музыкантами в студии при записи альбома. И еще более того, я считаю, что современный профессиональный музыкант должен использовать все современные технологические новшества, чтобы воссоздавать на сцене собственное студийное звучание. Ведь публика, приходя на концерт, желает услышать песни именно в том качестве звука, к которому она привыкла, прослушивая альбомы любимых групп. Поэтому я считаю, что когда рок-музыкальный коллектив на концерте убирает всякую компьютерную поддержку и играет, что называется, вручную, идя на поводу у секты свидетелей живого звука, никогда не бывавших ни на одном живом концерте, но навязывающих публике и музыкантам свои зачастую убогие представления о музыке, то это тоже обман публики. Так как при таком подходе к исполнению концерта невозможно добиться качественного звука и воссоздать привычное, полюбившееся публике звучание. Без компьютерной поддержки можно играть камерные, акустические концерты в небольших помещениях, но в огромном зале или на открытой площадке без компьютерной поддержки звука, повторюсь, это такой же обман публики, как и фонограммное исполнение с открыванием рта, потому что при таком подходе звучание группы становится примитивным, архаичным, как в сельском клубе. Публика приходит на концерт и платит деньги, чтобы услышать полюбившиеся им песни в качественном звучании, а получает схематичное подобие того, что они привыкли слушать на пластинке. А если это еще и выступление на каком-нибудь фестивале, где одна аппаратура на всех, то это еще и одинаковое со всеми звучание, с небольшими нюансами, которое позволяет сделать индивидуальный набор педалей гитариста. То есть участие в подобных мероприятиях это зачастую собственноручность стирания своего же неповторимого лица, то бишь собственного индивидуального звучания. Я не раз бывал на всяких нашествиях, максидромах и др. Так вот, если не знать репертуара выступающих команд, не слушать объявления о выходящих на сцену группах и при этом закрыть глаза, то вы не отличите один музыкальный коллектив от другого. Воссоздать собственный оригинальный студийный звук, к которому привыкла публика без использования современных цифровых технологий в данной ситуации невозможно. У нас и так все хэви-метал попсов шансонщики практически неотличимы друг от друга со своей подражательской западу музыкой. И еще одна причина низкокачественного живого звука у многих наших музыкантов. На западе, когда продюсеры готовят какой-нибудь новый музыкальный проект, то для того, чтобы он гарантированно выстрелил, вначале идет кропотливая работа в студии. Работа целого коллектива музыкантов, продюсеров, звукоинженеров, как по созданию репертуара, так и по созданию оригинального и качественного звука. И такая работа порой может занимать не один год. У нас же многие молодые музыканты, не успев собраться, не успев сочинить репертуар на полноценный концерт, а это 20-25 композиций, и не отработав звук, вылазят на сцену, кричат там, что есть мочи, колотят в барабаны и пытаются за это с публики еще и деньги брать. Но какая музыка, какой репертуар, какой звук, такие и деньги. За копейки развлекают пипл, который все схавает, своим одинаковым, до неразвлечения звучанием, грязным звуком, одинаковой тематикой текстов и подражательской западу стилистикой, в которую они только привносят модную ныне матерщину и нашу доморощенную эклектику попсорепа шансон. Это бездумное смешение разностильных элементов, тем самым еще больше добавляя грязи и шума в свою вот такую вот распрекрасную, но зато живую музыку. И при этом радуются, как дети, резвятся, развлекаются, а бы только ничего не делать. Поэтому, отвечая своим хулителям, которые осуждают нас за нашу студийную неживую музыку и утверждающих, что мы не умеем играть и поэтому прячемся в студии, набивая все на компьютере, отвечу так. Мы не выходим на сцену не потому, что играть не умеем или боимся публики. Нет, ребята, мы не выходим на сцену как раз именно потому, что с большим уважением относимся к публике и пока мы не отработаем собственный неповторимый стиль, не добьемся очень качественного и оригинального звучания, а также пока не создадим достойный и интересный репертуар с осмысленными текстами, на концертной площадке мы не выйдем. Но надеемся, что это произойдет уже в этом году. Кто следит за нашим творчеством, тот видит, как мы очень плотно над этим работаем и неуклонно движемся к сцене, к концертной деятельности. А в своем подходе к созданию оригинального стиля, репертуара, к созданию достойного звука, к созданию качественных студийных записей и в своем отношении к публике у нас есть прекрасный пример для подражания. Это знаменитая британская рок-группа The Alan Parsons Project, игравшая в стилистике прогрессив или арт-рок. Но об этой прекрасной группе, настоящих звездах мировой рок-музыки, я расскажу вам завтра, чтобы не утомлять вас слишком длинными блогами. И заодно объясню, почему именно эту группу я взял в качестве аргумента в защиту неживого звука. Напомню, что этот мой блог называется «В защиту неживого звука». До свидания, друзья, до завтра. До свидания. До свидания. Продолжение следует...